МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Если вы спускались во мрак пещер Киево-Печерской Лавры, вы наверняка заметили, там кроме святых мощей, угодников, лежащих в специальных гробах, так называемых раках, есть еще и указания на затворников. Иконочки на стенах в переходах темных пещерных и в них замурованные входы в некие места, где затворники проводили свою жизнь. Для современного человека это дико и совершенно непонятно. Как это можно добровольно лишить себя солнечного света, общения с людьми? Человек не просто лишает себя житейских благ, он вообще ведет жизнь нечеловеческую. Затворничество, пребывание в тесной келье всю жизнь, невыносимое состояние даже для сидящих в тюрьме. Однако люди избирали такой образ жизни, такой образ подвига ради Христа, поскольку они знали по опыту сладость полного одиночества и глубину их уединенных молитв. Сегодня Святая Церковь совершает память трех людей, проживших всю свою жизнь сознательную монашескую в затворе, звать их Дамиан, Иеремия и Матфей. Иеремия и Матфей носят, соответственно, имена пророческое и апостольское. Иеремия один из четырех великих пророков был, а Матфей один из апостолов и евангелистов Господа Иисуса Христа. А Дамиан, это имя в переводе с греческого означает усмиряющий, одолевающий. Это имя одного из бессребрников и чудотворцев. Вот с такими именами в один день празднуются три подвижника. Они умерли, все трое, в глубоком, в таком уже старом возрасте. Были они людьми, украшенными сединою, духовным опытом, мудростью. Некоторые из них были очевидцами крещения Руси и провели в лавре Киево-Печерской всю свою жизнь. Еще с тех времен первых, как она только основалась, и были зрителями, свидетелями подвигов Антония, Феодосия. Были их постриженниками, вероятно, и украшались добрыми делами, подражая родоначальникам этой святой Киево-Печерской лавры. Современники называли ее небесиподобной. Не только благодаря красивому храму Успения, который был буквально чудом, поражал воображение, красотой икон, пространством, внутреннего убранства. Нет, не только поэтому, но потому, что мрак пещерный буквально был озарен небесным светом. И люди во мрак спускались, чтобы найти свет Христов. Сегодня люди стремятся к свету, свету прелестному, свету обманчивому, к суете и мишуре. А на самом деле живут частью во мраке, заблуждений, ошибок, грехов и различных страстных пленений. Для того, чтобы освободиться от этого, иногда нужно погрузиться во мрак. Во мрак пещерный в частности. Сегодня, кроме Матфея, Иеремии и Дамиана, церковь празднула память первого святителей московских, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и Ермогена. Соответственно, эти имена сегодня также являются именами праздничными. И мы поздравляем с Днем Ангела всех тех, кто их носит. А кроме Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена, Дамиана, Матфея и Иеремии, День Ангела празднует сегодня также и Харитина. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин